Есть такой анекдот, долго рассказывать, но заключительная фраза этого анекдота звучит так В неволе не размножается Нанятые за большие деньги, абсолютно равнодушные, циничные жулики Могут сработать более или менее по картинке Грамотный фильм, но в нем нет ни мысли, не будет никогда в жизни ни мысли, ни искреннего чувства, ни энергетики Так, блядь, стой, все Ну, блядь, тоже бывают профессиональные и непрофессиональные Это уж, как говорится, кто любит, кто не любит Ну, естественно, ничего содержать, но там быть не может Какой человек труден? Где он трудится? Это что, ракетер, что ли? Или кто? Или где он, так сказать, занимается своим трудом? И кого вообще этот труд интересует? Ну, а патриотическая проституция, это вообще не обсуждается Ну, спускает начальство план, надо показать, как мы разбили тех, как мы разбили этих Дешевка плакатная Сидят, жалваками играют За Родину, за Сталина У нас все такая непристойная дешевка, о которой даже говорить просто не о чем Но, конечно, если это опустить уровень зрителя до соответствующего положения, то он и это воспринимает как искусство Но понимаете, в чем дело? Проституции, ее везде хватает, и в Голливуде хватает Естественно, Голливуд, в общем, мастер производства проститутских фильмов Но есть одна деталь Американское общество, оно гораздо менее циничное, чем российское Дело в том, что там люди действительно верят, что справедливость рано или поздно торжествует Что хорошие парни побьют плохих парней Там нельзя брать взятки открыто, чтобы об этом писали И преспокойно оставаться в должности Там имеет значение слово компромат То есть, если человека разоблачили, то это неприятно Он уйдет или его уйдут У нас компромата нет, у нас можно абсолютно все Все уверены, что все воруют и все по этому поводу ухмыляются В такой атмосфере снимать, кроме глупых комедий, ничего нельзя В американском кино есть история успеха Но это не в кино, это в жизни Там появилась с нуля компания Apple Там появилась с нуля компания Facebook Появилась с нуля компания Microsoft Это не придумки кино, это реальность Какие у нас истории успеха? Как в 30 лет один человек стал миллиардером? Действительно, это история успеха Но проблема заключается в том, что он зять Путина О том, как 30-летние люди становятся президентами банков Да, это есть Сын Фродкова, сын Иванова, сын Патрушева Это история успеха, но это специфический успех В Америке тоже есть такой успех Если человек родился миллиардером, то он им и останется Но об этом обычно кино не снимают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!